здравствуйте друзья по горам сверху сильный ветер доносится вой иногда сюда прорывается я не знаю получится ли эта съемка или все будет заглушено ветром тема необычная очень необычная как же мне устроиться где ветра меньше мне надо вам кое-что показать не смотрите что такие изуродованные деревья это сосед ему мешала одна ветка вот это он не отпилил за ним погибла вот эта большая ветка на ней было столько плодов и теперь продолжается разрушение уже всего дерева кстати никогда не советую эти раны залечивать дерево или залиться самой или погибнет независимо от вашего желания но вот еще живо посмотрите было три дня жары до 20 градусов начали просыпаться деревья вот они почки цветочки наклевываются набухли и ожидается урожай если его не убьет как бывало майские снегопады это сибирь так тоже случается цель разговора будет просто знаете иду мимо вдруг кто-то скажет за счет это туда сучишь пацаны какие изувеченные деревья да изувеченные вот они грибы но еще раз говорю не взумайте их лечить грибы едят свое грибы едят мисовичину никогда не прыскать ничего не надо делать не отрывать а то ума хватило не не надо шпателем не надо не возьмите полотенце и сдирайте полотенцем варианты жесткими рукавицами щетка по металлу обратной стороной ножовки напильником все это драть драть но я опять ушел в сторону цель сегодняшнего разговора совсем другая кстати все равно отвлекает пока затишье ветра вот эта груша боксерская это не та груша еще говорят околачивать груши есть такое выражение очень крылатые вот задача вот это и задача не просто бить вкладывать сюда душу и тогда обычно это 100 200 ударов вот и тогда ведь и набитые эти костяшки пальцев и после этого вся кровь приливает кончиком пальцев и тогда вы идете привать один из секретов последний насколько необычно выглядит сад вот это вот обрезка это особая обрезка для того чтобы на следующий год рождались 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 новые побеги которые кормят меня например вот опять мимо темы а тема важнейшая сейчас объясню сейчас покажу значит тема сегодня межвидовые прививки видите как смотрятся вот эти вот полиэтиленопакетики под ними прививки причем прививки особые прививки если это перед вами абрикос значит сам прививка или супер абрикоса или сливы причем сливы только венгерки они любят наиболее подходящий наиболее любят друг друга с точки зрения биологической совместимости именно венгерки сливы и крупноплодные абрикосы 1 прививка 2 прививка 3 прививка 4 прививка прививки делались в эти дни давайте приглядимся к дереву успел ли нет вот начали просыпаться вот они цветочные кошки просыпаются значит еще еще успел прививки приживутся вот теперь показать вам другого типа прививки прививки у земли я накрываю бутылками здесь я нашел кстати о вот и шапка моя два дня тут провисела это я потому что на том участке делал прививки вот этой бутылкой день идет за два это я грушу на дикую грушу привел вот и тогда они до зимы успевают вызвать вот видите вот это вот остатки питомника поэтому так густо смотрите это остатки питомника так теперь что тут еще интересного а ну если я прививаю допустим яблоню вот она вот это жигулевская которая по-другому называю королева сада что еще мог ценного на нее привить правильно чудом усилела из посылки крымской которая пришла мертвая полумертвая все погибло усилела веточка и было тут же перепривито это было посажено на следующий год еще подохло еще с не взята веточка вот это вот и название у нее ред делишес это мировой лидер а у меня есть голден делишес а ред делишеса нет но все-таки разговор пойдет очень важный сверх важный под названием межвидовые прививки я вам показал допустим вот это вот не простой абрикос это черный абрикос он и абрикосом то условно называется потому что здесь много крови черное лучи так поэтому может стать межвидовая прививка можно как-то а тут у меня и сливы и абрикосы привиты на черный абрикос это сразу забыл сказать но сейчас говорю на очереди вот эти вот они вот привиты эти венгерки венгерки вот вот фаина посмотрим как она себя чувствует великолепно живые все тысячи цветочек но еще не факт ждем минусовой погоды и наша задача ее задача не успеть распуститься тогда минус она переживет спокойно а и мы идем дальше потому что я успел несколько привел сделать абрикос на сливу сейчас вы поймете почем пойдет речь идея заключается в следующем вот это развитие идеи Юрия Алексеевича Владенкова моего друга человека которого я отношусь современным гением садоводства вот очень бы удивилась наука если бы знал об этом потому что она живет в своем мире этот мир с нашим не пересекается вот совершенно свежая прививка я еще не успел их поликленными мешочками укрыть смотрю а кстати прошло годнее не пошла и такое у меня бывает у нас старуха бывает проруха а вот современная смотрите это слива вот а теперь скажите что он на нее привил совершенно необычное дерево ничего о нем не знаю которое почему-то прижилось в другом месте еще не плодоносило но иметь одно дерево это неправильно значит я на всякий случай делаю как бы резерв вот здесь интересно сейчас еще покажу вот пойдемте саму идею вот теперь смотрим сюда вот это прививка абрикоса на 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 венгерку так уже одна попытка была кого и на нее привил это было годом раньше его и она видите какая хорошая нужно собирается распускаться на живая почему она так обрезана а потому что не успела вырасти эта ветка она была длиной около метра я уже ее сделал как маточная сильнейшая обрезка и уже вот это вот перенесено а что перенесено а это мой самый долгоиграющий сорт называется слива персиковая мичурина удивительный сорт лады желтая персиковая мичурина конечно это слива а почему персиковая может там есть гены персика может быть а может и нету зато она очень-очень вкусная и главное твердая так люблю твердые сливы я так люблю когда не хрустят вот ну заодно покажу ну вот это посмотрите дикого сирийского груша страшно к ней подходить это самозащита миллионы лет сама селекция она теперь стала недоступна я не сможет жевать ни один лось а я смог я на ней привил видите какая мощная прививка вот она теперь будем ждать чудо вот а это не просто прививка это один из лучших мировых сортов вот название у нее странное на бережке было написано лектер надо посмотреть интернете или это просто грамматическая ошибка может быть но самую главную идею все таки еще не сказал и так когда вырастет насчет плодоносить вот этот побег называется внимание подскажу главному это моя привычка интриговать таких у меня уже штук 20 привык это поздний абрикос поздний филиппева название самопровозглашенная потому что никто не знает но главное что он поздний а значит меньше попадает под заморозки плоды нет ни крупные не огромный 100 и более грамм вот это же что мне нравится твердые и на фотографии я их показывал главный смысл если гены передадутся от основное дерево это венгерка так слива венгерка она еще позже зацветает ну все правильно догадались одного раза будем надеяться что веточки взяты отсюда им передадется с помощью ментора а может и закрепится этого не знает никто сейчас кое-кто крутит у виска то что горит железа ну попытка не пытка задача увести абрикосы от весенних заморозков это самая главная беда по всей россии и уже в сибири стало тоже теперь стало теплее я этому совершенно не рад раньше было холоднее но спокойнее никто ничего не просыпался все ждали своего часа ну вот допустим пойдем сюда итак очередное дерево вот здесь привиты виши сливы те же самые венгерки черт венглоды даже не пробовать я абсолютно попробовал обжегся а время жизни осталось мало да вот задача такая если в метр от венгерок передастся от слив венгерок передастся кстати одна уже прошлогодняя жива вот она жива курилка вот тогда значит будем надеяться что абрикос попозже вступит в плодоношение вот в это есть наша задача вот еще показать ну пойдемте сейчас конечно сад не смотрится он весь кажется изуродован почему изуродован но редчайшее дерево с которого я не брал черенки уже отсюда брал посмотрите как болезненно воспринимая дерево сибирской зимой вот обрезку даже вынуждены то есть я отрезал ветку на чтобы взять с нее черенок это коричная пока редко в наших местах вот спартан даже не трогал его середнячок как-то знаете даже предлагать неудобно но есть интересные вещи если спартан середнячок то прекрасный вкуснейший сорт ран не спел рано поспевает это вы не поверите вот вот многие из вас должны уже по скелету по этим отличать вот такие деревья это яблоня это белый налив и что интересно вот прекрасно себя чувствует просто видите я все не отрезал и практически никто не покупает и вот это чудо когда еще все здесь на всех деревьях зеленые плоды а здесь уже спел и это чудо она пока никому особо то не нужно даже в сибири знаете почему а простой народ у нас простой советский народ вот подавая видят рекламу а на рекламе просто на рынке фотографии а на рынке фотографии плоды нет не стеннисный мяч большой нет а с детскую голову плоды на фотографиях и все это покупает и все это мертво сегодня кстати суббота так у меня одиннадцатого будет вебинар на сегодняшний день 9 11 марта у меня будет вебинар я как раз расскажу там будет письмо от чека достоверное доподлинное 100 тысяч потратил за два года показывает какой какой именно питомник ему продал за два года мертвецов на 100 тысяч видите как значит что получается вариант 2 самим надо выращивать что здесь сложного то ничего сложного но немножко сложно привать вот теперь смотрите три прививки и все три сливовые на абрикосе это абрикос дар небес он себя будет плодоносить посмотрите внимательно давайте разглядим цветочные почки вот они видите набухают вот они вот они живехоньки и для чего здесь вот эти три это мощная как сказать оппозиция когда они засветут нет вырастут прошлогодние при по это попытках тютюк не все котоваса в этом году я уверен из 3 хотя бы две пойдут вот а почему бежвидовая почему венгерки сливы и вот эта мощная чужая кровь в этом штампе в этом организме должна привести сдвинуть уже хотя бы еще четвертую привью вот эту я еще не все сделал вот вот еще четвертая будет привита мощное вливание чужой крови если это как все таки венгерки и абрикосы крупноплодные не враги как оказывается идеальный вариант у моего друга чернобаева если вы видели эти фотографии либо почему фотографии я фирмы там всего прям у него подчеркиваю ветки съезд моего сада но он взял и перед превзошел меня в одном то что мне в голову не приходило я спустя несколько лет должен повторять все это сначала мне больше на старости лет делать нечего вы представляете он меня обошел он взял на культурные абрикосы на сеянцы культурных абрикосов у него теплее немного городская черта не замерзающий не сей оказался посередине что а у него на культурном абрикосе бай получились такие урожаи венгерах за счет цвет поменяли вот это наглость я теперь вынужден вот это делать на старости лет мне больше заняться нечем вот одна неудачная попытка а из этих трех две гарантирую а может три а вот еще четвертую я еще привью вот и потом ментор а это я называю насыщение ментора по мичурину это не не мое наслоение потому что мое наслоение это многолетняя работа а тут сразу бах и чудеса во многих случаях вот эти казалось бы чужаки на силу примутанные кое-как прижившиеся вдруг захватывает плацдарм становятся уже никакими терресосивными становятся доминантными и тогда что абрикос станет вот этот сливой нет но он должен обязан иначе для чего я все это затеял зачем мне это надо было мне так все хватает вот он просто станет ну вы что догадались с одного раза правильно он станет по это зацветать на одну неделю одну-две недели позже и уже вот этот сорт который называется дар небес двинется потому что у меня два года его нету потому что как он зацветет так под заморозки ну что это такое вот так друзья все что хотел бы сказал вот не все коту масленица вы знаете что получилось у меня еще тут а у меня на ус эти диких сегатолинских абрикосах вот они красавцы вот они очень хороши их можно кушать косточки разламывать разбивать потому что это противораковое средство знаменитое вот можно соки компот и варенье варить но оккультуривание подается плохо все прививки на нем погибли вот так вот это упорный товарищ я бы мог его переломить но мне уже жизни не хватает поэтому я пошел методом владенкова я не стесняюсь признаваться где-то я учитель а где-то ученик взял просто-напросто есть манджурский абрикос в основании к нему уже давно приучены культурные он считает надо вначале полукультурку например а потом культурный вот и так можно не просто вырастить супер сорта как какие у меня и от меня к нему перешли а у него еще и свои супер сорта но еще и сохранить эти качества потому что каждая последующая перепрививка она опять непонятно какую сторону идет платье еще крупнее а бывает мельче вот сколько я вам наговорил надеюсь ветер не помешал надеюсь так вот еще немножко пройдем вот этот ветер воет но по верхушкам а когда бывает это когда поперек когда повдоль вруса тут конечно помню и крыши срывала красном хуторе вот а если вот заглянуть вот сюда это я называю и мне еще тут немножко времени есть чтобы польза была больше никто изляться на меня что-то мало по делу они как-то ночью думать пункт 1 вот 2 пункт 3 вот так я должен рассказывать лекции я так не умею вот видите вот опять опять на абрикосе прививка сливы а здесь видите это закуточек он я назвал тепловой подушкой с севера стена персики которая не замерзает видите дальше значит 1 2 3 так как вам поближе показать живое или нет но не абрикос он позже распускается пушки вот иногда попадаются и мертвые ветки но почему догадайтесь сами любая обрезка он на суде сколько сухих веток хорошо не все дерево угробах вот они это яркий пример если дерево маточца его долго не жить но пока слава богу живы персики теперь значит очень быстро и рано просыпается именно черный абрикос посмотрите что делается вот видите но он еще и надежно мороз мороз лучше держится сильнее держит вот еще один черный абрикос должен другой сорт давайте посмотрим проснулся он медленнее просыпается но зато тоже видно что все почки цветочные живы замечательная вещь я вам скажу вот это косточка абрикос королевский из 20 взошла одна это мой пролет я не знаю чем объяснить хотя мыши не спрашивают я глубоко не закапываю а вот академики те дружно взошли и я уже начинаю раздавать раз это чуть не скоро распродавать ни одну не продал это ценнейшая вещь если я брал самых крупных 100 граммовых абрикосов косточки это мой самый крупноплодный теперь уже не самый но один из самых то я надеюсь получить плоды от 50 до 100 грамм рассаживать некуда этому соседу обещал парочку второму обещал парочку елен санса винчи обещал троечку вон видите которая с синими ленточками они уже не мои а которая вон блестящая листянка от пивной банки как бич собираю по пути из урн так сам не пью и и получается вот это уже моя конечно доплодношение еще рановато посмотрим вот так случается что-то все показать бы вам показать бы вам но сам принцип он такой берется вот что я сто раз видел вот берется вот такая ветка вот и прививается а пользует нее как от козла молока я всегда приваю на одну из несущих веток именно скелетных посмотрите видно нет вот сюда обратите внимание на толщину видели вот это и есть настоящее садоводство вот вот это я а почему у меня кончились эти мешочки миша как они называются мешочки мешочки пищевая да и его свеженькие мои прививки я прививал на мешочками накрыл это хорошо значит вы можете видеть мой принцип скелетные ветки одни из самых важных чтобы сразу мощный рост даже вот такую привей толку не будет вот стараться как можно вертикальнее еще раз глядите ветку конкурента почти уничтожил видите вот вот эта ветка два дня простояла воде проворонил надо было это одну ночь и сразу видно почка вот цветочек уже набухала вот вот эту вот не замазал сейчас замажу ага вот вот так они выглядят потомка если она мощно пойдет вот это будет не уничтожаться а угнетаться чтобы не отбирала все соки у нее вот но все наверное 27 минут 29 минут отключается сам поэтому нам надо с вами заканчивать разговор вот еще раз посмотрели тепловую подушку зимой хорошо севера защита видите вот со стороны запада небольшая тень от летней кухни от ветра такая минимальная защита надеюсь что мой голос слышал бывает малейший ветер и забивает звук но зимой здесь очень хорошо а летом маленький минус мы догадались просто раньше просыпается видите на несколько дней раньше а потом когда заморозок прощай урожай вот видите раньше раньше хорошо еще персики спят ну все друзья мы не прощаемся я просто сказал так с помощью межеведовых прививок с помощью ментора я не лезу дальше я не лезу сейчас генетику потому что закрепятся свойства или нет но конкретная прививка может изменить сроки цветения если прививки межвидовая если они сильные мощные но мощность скелетных ветках вот посмотрите какое прямство да вторая попытка я уже третью показываю мертвую я вам живое не показывал ай сейчас не успею 29 не успею тут эх далеко там у меня супер сорт я вам показал что такое достойчиво скелетная прививка все друзья не последний раз видимся в следующий раз съемку сделаю когда во время цветения а потом во время уже когда цветение закончится и окажется что до свидания до свидания